Некоторые средневековые источники содержат информацию о том, что готы — это славяне, или славяне — это готы. По крайней мере, так это часто трактуется. Но как на самом деле нужно это понимать? Сегодня посмотрим об отношениях готов со славянами и об их взаимовлиянии. Так что возьмите себе чай или кофе и поехали! Братцы и сестрицы, господа, всем привет! Если наберете слово «готы» в Яндекс или в Гугл, скорее всего, вам высветятся результаты по современной, или уже не настолько современной, субкультуре готов. Это, конечно, выпуск не о них. Готы, возможно, впервые упоминаются уже в I веке после Рождества Христова, а упоминает их Плиний Старший. Он упоминает какой-то народ, который называется Гуйонес. Но тут очень тяжело подтвердить, имеет ли это какое-то отношение к готам или нет. Следующий — это римский историк Тацит в II веке. Он упоминает народ, который называют готонами, готонес. Он их упоминает в трудах Аналес и Германии. И это народ, который в его время, значит, в II веке, живет на берегах Балтийского моря, на территории современной Польши и, может быть, еще Литвы. И в это место у них помещает. Потом, также во II веке, точнее, в 150 году, Птоломей-географ, ученый того времени, упоминает какой-то народ, который называется Гутони или Гитони, который живет восточнее от реки Вислы. А это уже значит, как увидим потом, эти готы, готы Птоломей-географа, уже являются западными соседями предков славян. И очень интересно, что этот же Птоломей-географ также упоминает народ или народы Сувеной и Ставааной. Может быть, за одним из этих имен и скрывается первое упоминание славян, но, опять же, это очень тяжело доказать. Я лично, как историк, склонен этому верить, потому что... Но мне кажется это логичным, хотя подробнее об этом могу сказать в следующем выпуске, потому что сегодняшний не об этом. В общем, тут тяжело сказать, что речь идет как о славянах, так и о готах, но вероятности для этого нельзя отвергать. Первое, такие более обширные известия о готах записал историк Йордан, который сам жил среди готов. Его труд называется «De origine activusque getarum», то есть о происхождении и деяниях готов. Есть на настоящий момент люди, которые скажут, что там речь идет не о готах, а о гетах и так далее. Но на самом деле именно эти разницы в названии тут не играют такую роль. Это, допустим, так же, как если бы мы говорили, допустим, сегодня вся цивилизация закончится, и большинство источников сохранится на английском языке, и кто-то, кто будет эти источники читать, допустим, через 500 лет, скажет, что никакого русского народа не существовало. Ведь в источниках на английском языке ясно сказано, что это russians, то есть это какие-то russians, они русские, и поэтому русский не существовало. Поэтому аргумент о том, что Йордан пишет не о готах, а о гетах, он на самом деле не проходит критику. Ну, ладно, вернемся к теме. О чем пишет Йордан? Часть того, что он записал, конечно, довольно фантастическая. Его труд основывается на более древнем труде, который, к сожалению, потерян. Это история готов Кассиодора. Так что мы не можем сказать, что именно из этой истории, а что Йордан сам сконструировал. Но и в его труде там очень много таких фантастических известий. То есть он знал, что готы в какой-то момент жили на территории современной Украины, которую называли Ойюм, земля Ойюм, земля, богатая водой, рыбой, хорошей почвой и так далее. Ну, и, соответственно, он и жители, которые там до готов жили, посчитал за готов. И там потом содержатся такие фантастические элементы, как то, что готы переходили Кавказ и воевали даже с Египтом и победили задолго-задолго до времени Йордана. Естественно, археологическими и другими источниками это не подтверждается. Но часть из того, о чем пишет Йордан, все-таки, как кажется, подтверждается и археологией, и языкознанием, и в последнее время с генетикой. И, согласно известиям Йордана, мы можем реконструировать следующий способ, следующее, как это сказать, течение годской истории. Их прародина была Южная Скандинавия, где, между прочим, была и в целом прародина германцев или носителей прагерманского языка, если хотите поосторожнее сказать. И действительно, в какой-то момент этот народ стал переселяться на южный берег Балтики, на территорию современной Польши. А это как раз где-то первый-второй век, когда уже упомянутый мною Такит или Тацит говорит о готах, гутонах возле Балтийского моря, с южной уже части, на южном берегу. И, ну, как кажется, тут то, что говорит Йордан, соответствует информации из Такита или других историков. Гутский военно-племенный союз там усилился, со временем к нему присоединялось больше и больше людей. Это, кстати, та часть, которая генетика подтвердилась, что носители так называемой археологической культуры Нью-Барк, что эти носители по происхождению из Скандинавии. То есть их генетические результаты соответствуют, или ближе всего, к скандинавским именно. То есть вот такая информация. После 150-го года этот союз стал очень сильным. Скорее всего, готы вступили в какие-то конфликты, сражения с ругейцами, которые там жили, и с вандалами тоже, возможно. Ну, со временем они стали, так скажем, стали нуждаться все больше и больше земли. И как раз этот момент, это время очень важно для готско-славянских отношений. Вот, скажем так только, вот в II веке о славянах не говорится. Первые точные известия именно о славянах, они из VI века, из 550-го года. Говорю именно о славянах, имею в виду то, что именно под этим именем, то есть с Клауэми, они появляются в источниках. Да? Но логика нам говорит о том, что эти славяне должны были существовать и до того, как впервые было записано их имя. Так же, как, ну, если бы, допустим, кто-то говорил о нас, как о людях, допустим, я Антон, да? И нигде ничего не записывал себе, потом, когда мне было 30 лет, я записал где-то Антон. Ведь никто не скажет, что Антон никогда не родился, он просто существовал 30-летний и так далее. Но то же самое с этим упоминанием славян. Ну, и что мы дальше узнаем из Йордана? Что эти готы, этот военно-племенный союз, который должен был быть достаточно многочисленным. Потому что если бы не был, их язык бы не сохранился до IV века, когда его зафиксировал арианский епископ Вульфила. Тоже год, ну, то есть их язык просто бы исчез и растворился в славянской середе. Что в каком-то смысле, как увидим позже, и произошло. Эти готы, согласно Йордану, узнали про эту богатую землю Ойюм в Скифии, то есть на территории современной Украины, и их путь на восток начался. Тут Йордан упоминает, что готы стали воевать с каким-то народом, который называет себя Спали, или который называл себя Спали. Кто такие Спалы, конечно, это большой вопрос для исследования. Но существует одна из теорий, которую просто кратко тут представлю, что именно слово Спали как-то связано с славянским словом Испалин, то есть Великан. Ну, узнаем об этом конфликте. И готы этим временем населяются на территории современной Украины. В основном они эмигрируют в направлению к Черному морю. Вместе с готомы там есть и германские хирулы, или гирулы, как по-русски правильно. И там образуется новая археологическая культура. А эту археологическую культуру образовывали предки славян, потом готы, хирулы, сарматы. Эта культура занимает довольно большое пространство. Называется Черняговская культура. Черняговская, да? По первой местности, где обнаружили археологические наводки этой культуры. То, чем Ярданам очень ценен, но не только он, он и некоторые другие источники зафиксировали очень много готских имен. Ну, уже когда мы посмотрим на них, видим, что эти имена не славянские. Может быть, там есть какие-то элементы, которые похожи на славянские, но в целом нет. В целом видим, что там очень разная эта культура, но именования. И некоторые из них это Гапт, Филимер, Хульмуль, Ангис, Амал, Вультульф, Валамир, Форисмунд, Берик, Тульга, Родерик, Радагесус, Бадуила, Аларикс, Фроя. Ну, и так далее. Можете поставить видео на паузу и посмотреть все эти имена. Наверное, самые-таки похожие на славянские имена, более поздние славянские имена, это имена, которые заканчиваются суффиксом МИР, то есть ФЮДИМИР, ВИДИМИР, ВИТИМИР, где-то кто там у нас еще, ФИЛИМЕР. И именно эта часть, МЕР, которая перешла в МИР, в готском языке, оно обозначает славу, то есть этот человек славный чем-то. Допустим, ФИЛИМЕР, если в таком славянском виде это произнесем, тогда это было бы ФИЛИСЛАВ. И тут видим уже эту параллель, которая позже появилась, ну, не то, что позже появилась, а позже зафиксирована у славян, имена, заканчивающиеся на славу. И потом еще РАДАГЕЙСУС, может показаться кому, что это славянское, что-то типа РАДАГОСТ. Но дело в том, что это РАДА, это раньше звучало как ОРДА, ОРДА. Но это слово связано не со славянским РАДОСТ, а наоборот с германским РАДА, как, допустим, в украинском языке сохранилось, да, РАДА, державная РАДА и так далее, да. Вот это, да, та часть слова обозначает. Как ГОТЫ называли сами себя? Ну, то, что получается восстановить, это название, которое звучало как ГОТЬЮДА. То есть ГОТ, это корень, да, ТЮДА. ТЮДА, это слово, может быть, некоторые из вас узнают, ГОТ, это то же самое слово, из которого произошло ТОЧ и ДОЙЧ, обозначающее немцев и голландян, соответственно. Это древнее слово, которое в германский пришло еще из праэнеропейского языка. Именно народ назывался ГОТОЗ, ГОТОЗ в прагерманском виде. Эти ГОТЫ, их прагерманский диалект развился в такую восточно-германскую группу языков, которая немножко отличается от других германских языков, а об этой группе известно очень мало. Самый хорошо документированный язык, это как раз ГОТСКИЙ, или, если точнее, ВИЗИГОТСКИЙ. И есть некоторые записи, имена еще на вандальском языке, где мы хорошо видим принадлежность этих языков именно германской группе, а не какой-то другой. Значит, где-то в этом 150-м году ГОТЫ становятся западными соседями славян. Естественно, мы не должны себе представить так, что люди тогда жили в четких границах. То есть славяне тут, ГОТЫ тут, другие народы тут. Нет. Был какой-то центр, допустим, где было накопление, допустим, славян побольше, и были центры, где накопление ГОТО было больше. Но в целом ГОТЫ, славяне и другие там народности, которые там жили, они жили в перемешку друг с другом. Где-то эта перемешка была больше, где-то была меньше. Естественно, когда люди так живут, просто невозможно, чтобы они не влияли как-то друг на друга. Соответственно, славяне на ГОТОВ, ГОТЫ на славян. Ну, как я уже говорил, учитывая, что ГОТский язык сохранился, то есть пережил эту восточноевропейское путешествие, прожил то время, когда ГОТЫ дальше пошли на юг. Исходя из этого, считается, что ГОТОВ среди славян должно было быть довольно большое количество. Иначе бы просто язык не сохранился, и ГОТЫ бы растворились в Славянском море, что произошло со многими другими такими маленькими народами. Дальше, о чем говорит Иордан. ГОТЫ на территории Восточной Европы в IV веке создали большую державу. Их лождь, король, или, как по-готски назывался, Кунингас, был Херманарикс. Король, который жил очень долго, получил славу такую, что он, с одной стороны, был великий, а с другой был очень жесткий, особенно по отношению к славянам, если точнее к Антам, к Антскому племенному союзу. И, видимо, отношения между славянами и ГОТОМи, если уже раньше не были такими, стали сейчас агрессивные. То есть, упоминается, конкретно Иордан упоминает, что Анты, или славянский племенный союз, который он отождествляет со славянами, они восстали против этих ГОТОВ, и это восстание организовал БОЗ. Вот так он в источнике называется. Еще, конечно, это большой вопрос, как он по-настоящему назывался. И славяне сначала успешно боролись, а потом все-таки проиграли ГОТОМ, и в результате наследник Херманарика, Питхимер, их победил, повесил БОЗа или БОЖа и 70 славянских старшин и их сыновей. Таким образом, хотел напугать славян и получил в это время название Винитар, то есть победитель Винитов, победитель над славянами. Этот Армана Рикс, он вошел последовательно из-за своей большой славы даже в скандинавские саги, где, ну, легенды о нем получили в разные формы, как, допустим, но имя его, естественно, приняло в северно-германскую форму, Германрика, но это первая такая личность, которая очень хорошо зафиксировалась в германской исторической традиции, даже той, которая до того, как ее зафиксировали, да? То есть она была устная традиция. Ну, а то, что ГОТОМ победили славян, конечно, им не особо помогло, потому что новый враг на их восточных границах были гуны. Они очень долго воевали с этими гунами, в конечном итоге проиграли. ГОТский племенный союз распался на очень много разных частей. Самые известные из этих ГОТОВ это Визи ГОТО и ОСТРО ГОТО, ВЭСУ АУСТРА, то есть, ну, если совсем простить, ГОТО Запада и ГОТО Востока. Те ГОТО, которые покинули Украину, территорию современной Украины, они пошли на юг, к Римской империи, где просили у римлян, чтобы они им разрешили населиться в рамках Римской империи, что в конечном итоге не очень просто, они получили. И эти Визы ГОТО, в конечном итоге вот у них, большая часть их приняла христианство, у них был епископ Ульфилла, который принадлежал Арианской Ереси, то есть Ереси, которая утверждалась, что Христос, он не равен Бога Отцу, а что он первое сотворенное существо, и через него потом Бог-Отец сотворял весь мир дальше. В общем, это была такая Ереси, сегодня подобные учения есть у свидетелей Еголы. В общем, эти Визы ГОТО со временем пошли дальше, там в V веке они пошли в направлении Запада, в Италии тоже сожгли однажды Рим, и свой новый дом нашли на территории современной Испании и Южной Франции, где их королевство, их держава продержалась до VIII века, и ГОТСкий язык где-то до VIII-IX столетия он еще продолжил существовать, но потом уже они перешли на местный романский диалект, из которого впоследствии развился испанский язык. И эти ГОТО, визы ГОТО для нас, для отношений со славянами, меньше всего интересны, потому что давно потеряли себя со славянами или с этой, с восточной части Европы. Гораздо более интересны для нас ОСТРО ГОТО, которые еще некоторое время остались на территории современной Украины, и которые боролись с ГУНами дальше. И об этих войнах ГОТСко-УНских, они очень-очень сильно закрепились в германской устной традиции, так что даже исландские саги об этом есть, об этом времени, да, как раз этот цикл в связи с этим Юрмунрекером, и он сохранился, представляете, до XII века сохранился, вот, XI, XII и так далее, до Сноурия Стурлюсона, который потом это и зафиксировал, но он был один из фиксаторов этого предания. И как раз это время IV века, это время, когда ГОТЫ, оставшиеся на территории современной Украины, с праославянами, живут в самых тесных отношениях. И это очень хорошо видно на славянских языках. У нас существует довольно много всё-таки слов ГОТСКОГО происхождения, что свидетельствует как раз об этой эпохе. И также по этим заимствованиям мы видим, в какой части жизни сталкивались больше всего Славяне с ГОТОМИ. Так как сейчас, допустим, если кто-нибудь из вас любит играть в видеоигры, я, например, люблю, хотя в последнее время нет этого времени, но в этом языке есть очень много лексики из английского языка. То же самое или подобное происходило между отношениями ГОТОВ и славян. То есть в какой сфере они больше всего были в контакте, и с такой сферы больше всего ГОТСКОГО появилось в славянских языках. А мы знаем, что они должны были войти в славянский и праславянский язык именно в время, когда существовал один язык. Это знаем потому, что эти заимствования есть во всех славянских языках. То есть они прямо из этого праязыка нам достались. Очень много ГОТСКИХ слов в сфере войны и военной иерархии, но на некоторые из них сейчас посмотрим. Так из ГОТСКОГО СЛОВА ХЕЛМС стало славянское, праславянское ШАЛЬМО. Из ГОТСКОГО СЛОВА МЕКИС стало славянское слово МЕЧ. Ну, кто-то скажет, а что тогда у нас не было МЕЧИ? Да так были, были. Только у нас, славян, было другое слово, которое, может быть, некоторым из вас это будет непривычно услышать, но это слово НОЖИ. Ну, НОЖ. Обычный НОЖ. То есть это для нас сейчас имеет значение просто КУХОННОГО НОЖА. А в целом, раньше значение было намного шире. Потом слово КУНИНГАС, из которого развилось славянское слово КНЕНЗИ. Тут тоже мы знаем, что есть и славянское слово, которое звучало как ВАЛДУКА или ВЛАДИК. Но сейчас ВЛАДИК это звучит, да? Потом есть слово КИНДА, из которого развилось ЧАДА. Это как в немецком языке слово КИНДЕР, ДЕТИ, да? Потом слово ГАРТС, из которого праславянское слово ГОРД или РУССКОЙ ГОРОД. Потом ЛЕКЕИС, из которого произошло слово ЛЕКУ, то есть ЛЕКАРСТВО, да? Потом АУСХРИНГС, НАУШНОЕ КОЛЬЦО, или СЕРЕЖКА, как по-русски сейчас. СТРЕЛА. СТРЕЛА. СТЕКЛС. СТЕКЛО. ХАНДУКС. МУДРЕЦ. Как сказать, ну, как такой шаман, да? ХУДОЖНИК. Потом ВИКИНГС. ВИТИС. ХУС. ХЮС, как ХИЖА, ХИЖИНА. АСИЛЮС. АСЁЛ. ХАНДУКС. АГА, Я ЕЩЕ ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ, ЧТО НЕ ВСЕ ЭТИ СЛОВА ИЗНАЧАЛЬНО ГОДСКИЕ, да? А ГОДСКИЙ ЯЗЫК, ЧЕРЕЗ ГОДСКИЙ ЯЗЫК ВОШЛОВ ПРАСЛАВЯНСКИЕ, МНОГО СЛОВ ИЗ ЛАТИНИ, ЛАТЫНИ И ГРЕЧЕСКОГО ТОЖЕ. ОДНОЕ ИЗ ТАКИХ СЛОВ КАК РАССИЛЮС, ТОЕС, ОСЁЛ, И КАПИЛЮС, КОТЁЛ. ПОТОМ СЛОВО ПЛАУГ, ТОЕСТ, ПЛУГ, ЕСТЕСТВЕННО, У СЛАВЯН БЫЛО СВОЕ СЛОВО, А ЭТО СЛОВО АРДЛА, ИЛИ ПО-СОВРЕМЕННОМУ РАЛА, ИЛИ СОХА ТОЖЕ, да? ТОЕСТ, БЫЛИ СВОИ СЛОВА. ПОТОМ, ОЧЕНЬ ИТЕРЕСНО, СЛАВЯНЕ ПОЛУЧИЛИ СЛОВО ВЕРБЛЮД. Оно по-готски звучит как урбанс. А на самом деле в готский язык это вошло из греческого языка, из элитхас, то есть слон. И так в изначальном языке это обозначало слово слон, хотя оно, скорее всего, и не греческое, исконное, а в греческий тоже, откуда было заимствовано. Ну, сначала был слон, а в славянский язык потом ага. Ой, извиняюсь. А славянский язык потом вошло как верблюд. Потом дальше слово БЮДА, БЮДА. ХЛЕВС, ХЛЕВ. ФУЛЬКАС, ПОЛК. ХОРОНГВА. ХОРУГВА, то есть застава военная, да? Потом у нас даже название местности, как ДУНАУИ, ДУНАЙ. ГОТОЯН, ГОТОВИТЬ, ХЛЕБС, ХЛЕБ. У славян было своё слово для хлеба, и оно звучало как ЖИТО, или ГЕЙТАН, ЖИТО, да? Некоторые учёные предполагают, что славянский хлеб чем-то отличался от ГОТСКОГО, поэтому ЖИТО, это был славянский хлеб. Скорее всего, он был без, как же это называется, без дрожжей, да? Или без чего-то, без какого-то другого элемента. Поэтому изначально отличалось славянское ЖИТО, ЖИТО и ГОТСКОЕ ХЛЕБС, то есть это были две разных вещей. А потом со временем это ХЛЕБС перенеслось и на остальные виды хлебов. Потом слово КУСЯН, то есть кушать, как пробовать, да? Потом ЛИСТЬ, как ЛЕСТЬ, прелесть. ЛЕВО, ЛЕВ, это тоже изначально не из ГОТСКОГО языка, а это исконное латинское или греческое слово. Потом УЗГЕСЯН, слово ужасный. Потом ВИНО, ФИНО. Потом ДИКС. ДИКС, это слово тоже изначально из южных языков вошло в ГОТСКОЕ, как ДИКС, раньше было ДИСКУС, и в славянском языке превратилось в ДИСКА, то есть в ДОСКА. Потом ТРОМБА, ТРУБА, ФАСТС, ПОСТ, ХОЛЬМА или ХОЛЬМС, ХОЛМ, СКАТС, СКОТ, ГАРАЗДО. ГАРАЗД, то есть изначальное значение УМНЫЙ, РЕЧИСТЫЙ. И слово как ВИНОГАТС, то есть ВИНОГРАД. Но есть некоторые проблемы, связанные с ГОТСКИМИ ЗАИМСТВАНИМИ в СЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ и СЛАВЯНСКИМИ ЗАИМСТВАНИМИ в ГОТСКОМ ЯЗЫКЕ. А они следующие. Значит, то, что у нас есть от ГОТСКОГО ЯЗЫКА, это язык ВИЗИГОТОВ. Тех ГОТОВ, которые РАНЬШЕ УШЛИ С ТЕРИТОРИИ, ГДЕ ЖИЛИ СЛАВЯНИ, Тех ГОТОВ, У КОТОРЫХ, наверное, было меньше контактов со СЛАВЯНСКИМИ. А БОСТРОЙ ОСТРОГОТСКОМ ЯЗЫКЕ мы не знаем практически ничего. А есть ряд ученых, которые считают, что язык, похожий на ОСТРОГОТСКИЙ ЯЗЫК, это язык КРИМСКИХ ГОТОВ, который на самом деле был зафиксирован так поздно, как в 17 веке, представляете, даже в 17 веке. И от этих КРИМСКИХ ГОТОВ есть даже православные святые. Сейчас сейчас и скажу, какой, как его звали, ага, Иван ГОТСКИЙ умер в 791 году, православный святой. Значит, понимаете, потому что это язык не тех ГОТОВ, которые были в самом тесном контакте со славянами, нам тяжело судить, сколько славянских слов было именно в ГОТСКОМ. Но даже ВИЗИГОТСКИЙ язык, как ни странно, содержит славянское заимствование, это, например, слово, которое в ГОТСКОМ звучит как ПЛИНСЯН, оно из праславянского слова ПЛИНСЯТЕЙ, то есть ПЛИСАТЬ. И тут получается какая-то такая ирония, что если смотрим на народные славянские языки, именно как говорит народ, не обязательно на литературные, тогда увидим, что практически все славяне говорят, что ТАНЕЦ, ТАНЦУВАТ, ТАНЦОВАТ, и так далее. Вот это слово самое распространенное, а в ГОТСКОМ языке, наоборот, там из славянского слова ПЛИСАТЬ. И, ну, к сожалению, да, мы не имеем многих источников, еще больше источников о ГОТСКОМ языке, и, ну, кто знает, сколько вот этого ГОТСКОМ там осталось, но, естественно, что эти острые ГОТЫ, которые остались среди славян, это было меньшинство, естественно, их было довольно мало, и они со временем просто перешли тоже на праславянский язык, и таким образом стали тоже частью этого славянского этногенезиса. Вот что интересно, значит, тут видим как раз, что в этих заимствованиях, что, что касается войны, у нас много ГОТСКОМ. что касается этой верхушки общественной организации, у нас тоже ГОТСКИЕ слова. Сейчас судить просто на основе слова ПЛИНСИЯН, какие заимствования были в ГОТСКОМ языке, тяжело, это одно слово, но можно себе представить, допустим, что это одна часть языка, которая была более сосредоточена на войну, на организацию общества, она ГОТСКОМ. А этот слой, который связан с народом, с народной жизнью, то есть с этими обычаями всякими, что этот слой, тут славяне были сильнее, так скажем. Плотные такие отношения между славянами и ГОТСКИЕ, когда праславянский язык вошло больше всего ГОТСКИЕ слов, они закончились где-то около 375 года, когда гуны окончательно разгромили германские военно-племенные образования на территории Восточной Европы. Тут перерываются на некоторое время отношения. А что было с ними дальше, это будем рассказывать уже в следующем выпуске, потому что и так я вас задержал около получаса, так что подписывайтесь, если вам интересно. Еще хочется отблагодарить всех, кто поддерживает нас в Патреоне, а также призвать вас других, которым нравится то, что мы делаем. Можете нам и финансово помочь, либо через Патреон, либо через PayPal, или просто бесплатно написать ваше мнение в комментариях внизу, что вы думаете о том, что вы услышали, было ли вам это известно, и, может быть, зададите нам какие-то интересные вопросы, которые обсудим в следующем выпуске о готах и славянах. На этом сегодня все, пока-пока. Пока-пока.